Вы смотрите новости МТРК и мы продолжаем наш выпуск. Кубок Казахстана по пожарно-спасательному спорту стартовал в Петропавловске. Последний раз в нашем регионе он проходил больше 10 лет назад. Участвуют в соревнованиях как мужчины, так и женщины. В основном это сотрудники департаментов ПЧС и спасатели пожарных частей. Репортаж Алены Хан. Для североказахстанских спортсменов эти соревнования особенно ответственны. Дома они не выступали больше 10 лет. Сегодня борются с лучшими командами страны. Сейчас на метровку с препятствиями проходят мужчины. В этом виде программы спортсменам нужно преодолеть забор, бум и соединить между собой рукава. Последнее, самое сложное. Сейчас на дистанции Ильяс Байгарин. Он бежит по первой дорожке. Расстояние преодолел за 18 секунд. Я занимаюсь уже третий год на базе североказахстанской области. Уезжаем частично на сборы. Стараемся, тренируемся под руководством тренера Руслана Шинаева. Мы являемся действующими работниками госорганов ГУ пожаротышения. То есть и участвуем в соревнованиях и ходим на работу. Если в нашем регионе пожароспасательный спорт только набирает свои обороты, то в других областях уже воспитали многих чемпионов и рекордсменов. Один из таких – 17-летний Даурен Кусманов. Он представляет Мангистаускую область. В этом году планирует поступить в Кокшетауский технический институт. Мои первые соревнования были в городе Кокшетаус. Тогда я занял третье место по штурмовой лестнице и потом начал активно заниматься этим спортом. И в прошлом году я хорошо показал себя на чемпионат Казахстана в городе Талдыкорган. После этого меня забрали на чемпионат мира. Там мы стали чемпионом мира по развертываниям. И я поставил рекорд в Казахстане по штурмовой лестнице. Окно первого и второго этажа со секундой 7.41. В соревнованиях по пожарно-спасательному спорту участвуют и женщины. Как и для мужчин возраст не ограничен. Поэтому выступить могут и совсем юные участницы. Им по 13 лет. Мария Павлова начала заниматься пожарно-спасательным спортом две недели назад. После этого кубка отправится в Октабе на республиканские соревнования среди юниорок. Я начинала с легкой атлетики. И сейчас продолжаю заниматься уже три года. Буквально недавно на тренировках я узнала о том, что девочки занимаются пожарным спортом. И мне понравилось. Я решила прийти на первую тренировку. Потому что усердно тренироваться, чтобы что-то получилось. Кто любил быть. И выдержка хорошая должна быть. Участвуют в соревнованиях 10 мужских и столько же женских команд. Это больше 150 спортсменов. Они представляют 13 департаментов. По результатам будем уже комплектовать сборную национальной команды среди женщин и мужчин. Для участия в 15 чемпионате мира в этом году будет Российская Федерация в городе Саратове. До августа месяца мы должны уже комплектовать, провести хорошие сборы и выйти на мировую арену. А завтра пожарных ждет второй этап соревнований. Это подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебно-спортивной башни. Алена Хан, Адель Нуржанов, Новости МТРК.